Здравствуйте! Добро пожаловать на очередную лекцию по программе ТОП СОЛИД 7. Это лекция из раздела моделирования и подраздел сборки. В данном видео я буду вести разговор о классическом методе моделирования в сборке. Это вставка деталей в сборки и создание узла из каких-то деталей. Итак, давайте начнем. Я заранее создал пару деталей и мы имеем пустую сборку. Хочу сказать, что работа классическим методом, то есть вставка деталей в сборку, в принципе не отличается от других программ моделирования. Операция в принципе довольно банальная. Но естественно вокруг этой операции есть много разных нюансов, связанных с широтой применения, с различными возможностями работы этого метода. Итак, давайте я начну операцию вставки деталей. На панели проекта я просто беру и перетягиваю деталь в окно сборки. И на самом деле, как вы видите, произошла вставка. На данном этапе наша сборка содержит одну деталь. И каким образом мы можем это понимать. Во-первых, в нашем дереве операций у нас появилась вот такая конструкция. Она состоит на самом деле из нескольких, так скажем, элементов. Корневым элементом мы имеем узел с названием позиционинг, то есть позиционирование. И в скобочках отображено то, что спозиционировано. То есть конкретно вот эта деталь. И в следующем элементе у нас есть папочка Entities, которая содержит элемент Fixed. Fixed означает, что эта деталь зафиксирована. Что это означает? Это означает, что деталь уже сориентирована в пространстве, и мы никак не можем ее изменить. На самом деле, когда в любую сборку происходит вставка первой детали, эта деталь всегда определяется при помощи сопряжения, которая называется Fixed. Fixed это сопряжение. Она фиксирует первую деталь, которую мы вставляем в сборку, и таким образом ее ориентация и положение пространства четко заданы. Для того, чтобы понимать, где она в пространстве находится, мы можем включить главный фрейм. И мы вот видим, что относительно этого фрейма наша деталь расположена вот так, и мы никак не можем ее изменить. В дереве объектов, в папочке Parts мы если мы раскроем, мы увидим, что у нас тоже появилась деталь, которая имеет имя, и в квадратных, в треугольных скобках имеет уникальный индекс. Этот уникальный индекс задается системой при создании детали, и в данном случае сборка нам показывает, что вот деталь с таким индексом сейчас включена в эту сборку. И на нашей новой панели Parts мы вот в этом блоке, мы также видим эту деталь. Вот любой из этих трех состояний, в меню Parts, в меню Операции или в меню Объектов, нам доказывает тот факт, что у нас вставлена деталь. Итак, что мы можем делать с этой деталью? Во-первых, мы можем ее каким-то образом переместить. Для этого нам нужно снять ограничение зафиксировано. Мы можем либо удалить, либо отключить это сопряжение. То есть, например, мы отключаем сопряжение, и деталь мы нашу можем перемещать. Потом мы активируем, и наша деталь теперь снова закреплена, закреплена, и мы не можем уже ее перемещать. Таким же образом мы можем расфиксировать деталь. Если мы ее расфиксируем, то мы видим, что здесь сопряжение вообще пропало. Наше позиционирование теперь отображено спереди вот таким вот минусиком. Это означает, что деталь у нас не зафиксирована. Мы тоже можем ее перемещать каким-то случайным образом в пространстве и зафиксировать снова. Либо здесь зафиксировать, либо зафиксировать при вызове контекстного меню вот на этой строчке, которая называется inclusion. Строчка inclusion конкретно, это конкретная деталь, которую мы вставляем. Таким образом, inclusion помечается название в дереве операции названия вставки каждой детали. Здесь такая вот конструкция, которая может, можно сразу немножко, не сразу понять, о чем она говорит. На самом деле, эта конструкция означает, что в нашу сборку вставлена деталь, и эта деталь имеет позиционирование определенное. И сейчас знак минус показывает, что позиционирование неполное. В нашем случае его в принципе нет. То есть мы нашу деталь можем перемещать как угодно. И для классических деталей, вот это стандартная конструкция. То есть всегда мы будем иметь позиционирование и строчку вставки. Если мы откроем строчку вставки, то мы увидим саму непосредственную деталь. Вот это значок детали. Она тоже имеет минус, который нам тоже говорит о том, что деталь не зафиксирована. Мы можем вызвать контекстное меню, как я сказал, на строчке inclusion и нажать команду fix. Это нам позволит зафиксировать деталь. И она у нас будет зафиксирована. Давайте двигаться дальше. И теперь посмотрим, что будет, если мы вытянем в нашу сборку вторую деталь. Мы вытащим ту же самую деталь. И вытянув ее, я отпускаю. И что у нас произошло? У нас произошло сразу несколько вещей. Во-первых, наша деталь стала такого фиолетового цвета. Сверху появилось меню, которое подсказывает нам, что у нас сейчас автоматически включился режим позиционирования. Позиционирование имеет имя. Positioning 2. И если мы посмотрим в деревооперации, то вот здесь вот зеленым цветом мы видим этот самый Positioning 2. То есть, по факту, мы что имеем? Мы сейчас вставляем деталь, которую нужно спозиционировать. И третье, что мы видим, это появилось меню, которое называется Constraint. Это меню позволяет нам создавать взаимосвязи между нашей вставляемой деталью и существующей геометрией сборки. И если вы посмотрите на командное меню панели Assembly, то мы видим, что как раз именно команда Constraint сейчас активирована. И вот это окошко, это имеется в виду вот эта команда. Если мы сейчас закроем это окошко, мы видим, что команда пропала, но режим позиционирования у нас все равно активирован. Режим позиционирования и команда Constraint они независимы. Просто другое дело, что они работают совместно, но они тем не менее независимы. Мы можем сейчас нажать ОК. Таким образом мы завершаем вставку детали, но она у нас остается не зафиксированной. Как вы видите, мы можем ее двигать как угодно. И минус нам подсказывает тоже тот факт, что у нас деталь не зафиксирована. И в рамках данной лекции наша первостепенная задача это зафиксировать данную деталь. Давайте мы снова зайдем в режим позиционирования. Для этого нам нужно либо вызвать контекстное меню на элементе Positioning вызвать команду Edit, либо то же самое можно сделать прямо в детали. Если мы вызываем контекстное меню, то мы в третьем блоке меню видим здесь команду, которая называется Edit Positioning. И если мы ее вызываем, это аналогично той самой команде. мы входим в режим позиционирования. И теперь нам нужно назначить такие связи, которые нам зафиксируют детали. Для этого есть несколько вариантов. Мы можем вызвать команду Constraint. Это общая команда. Она нам, так скажем, позволяет автоматизировать процесс, позволяя не задумываться о типе связи. И при этом мы просто выбираем интуитивно нужные нам части геометрии, и система сама создает связи между ними. Давайте сейчас я просто это продемонстрирую. Если мы обратимся к меню, то мы увидим, что у нас здесь есть два параметра Source и Destination. Эти два параметра, соответственно, нам говорят, что нам нужно сначала выбрать какой-то элемент источник. На самом деле это значит, что нам нужно выбрать элемент на наши детали, которые мы вставляем, которые мы собрались позиционировать. И когда мы осуществим выбор элемента какого-то в этом параметре, то параметр Destination активируется, и нам нужно будет выбрать, соответственно, уже второй параметр. Итак, смотрите. Я выбираю эту боковую плоскость, и, как вы видите, параметр второй активировался. Теперь деталька прилипла к мыше, и таким образом, смотрите, я выбираю плоскость, и в интерактивном режиме Top Solid 7 показывает, как будет размещаться деталь, если я спозиционирую изначальную плоскость на текущую. Текущая плоскость, как вы видите, подсвечивается красным габаритом, то есть периметр подсвечивается. И, допустим, я хочу выбрать вот эту плоскость. Я выбираю эту плоскость, и вот у нас создалась наша связь. Она называется Plane on Plane. Смотрите, если я ее подсвечиваю, то мы видим, какие плоскости у нас участвуют в создании данной взаимосвязи, и мы видим нормали этих плоскостей. Нормали плоскостей подсвечиваются потому, что можно эти нормали менять. И в этом случае вы сможете регулировать взаимную ориентацию этих деталей. Но на самом деле взаимную ориентацию деталей можно менять при помощи вот этого меню. Вот в этом меню есть вот такой вот синий, так скажем, синяя иконка, двойной клик по которой делает инверсию взаимного расположения деталей относительно плоскостей нашего сопряжения. И повторный клик возвращает ориентацию в первоначальное положение. Вы видите, что у нас плоскости соприкасаются так, что детали не входят друг в друга, а вот таким образом у нас получается, что детали входят друг в друга. Как видите, у нас меню Constraint активно, то есть мы можем сразу же осуществить второй выбор взаимосвязи. Допустим, я выберу вот эту плоскость и назначу ее на эту. В данном случае у нас получается вот такой элемент. И третьим элементом я возьму кромку. Я взял кромку и назначу ее вот на эту плоскость. Как вы видите, третья взаимосвязь у нас уже называется чуть-чуть по-другому. Она называется Axis on Plane. То есть мы взяли кромку, но вот этот инструмент Constraint он автоматически кромку преобразовал в ось и создал взаимосвязь, которая называется Axis on Plane. То есть ось расположить на плоскости. И таким образом вы можете заметить, что вставляемая деталь стала синим. Деталь стала синей, и это означает, что она полностью определена. Здесь в принципе аналогия похожая с эскизом. Если вы помните, когда мы рисовали эскиз, то неопределенный эскиз у нас был тоже фиолетовым цветом. И когда мы определяли эскиз, то все его элементы становились синими. Здесь в данном случае мы наблюдаем то же самое. После того, как мы деталь определили, то она стала синей. И после этого мы можем в принципе нажать ОК, и позиционирование закончится. Но я сейчас просто хочу сразу показать, что взаимосвязей может быть больше. Это может возникнуть такая необходимость. При каком-то сложном позиционировании и при добавлении взаимосвязей система автоматически следит за состоянием определения деталей. И показывает нам предупреждение, если набор взаимосвязей нарушает, так сказать, конечное позиционирование деталей. Вот давайте сейчас для примера я возьму и добавлю еще одну взаимосвязь. Несмотря на то, что наша деталь уже определена, я беру и выбираю две плоскости. И вы видите, что система нам создала еще одну взаимосвязь, и при этом данная взаимосвязь не нарушает общее состояние позиционирования. Поскольку эти две плоскости, они и так параллельны, то данное сопряжение добавлено, и оно не противоречит геометрическим условиям для позиционирования этих двух деталей. Давайте сделаем еще одну связь. На этот раз это плоскости, которые не находятся в одной плоскости, как предыдущая взаимосвязь. Вот выберем эту плоскость и эту. Смотрите, в этом случае система создала нам еще одну взаимосвязь, но эта взаимосвязь уже не называется plane-on-plane, как в предыдущий раз. Сейчас эта взаимосвязь называется orientation. То есть, если бы система создала такую взаимосвязь, которая называется plane-on-plane, то очевидно, что эта взаимосвязь не могла бы выполниться, поскольку у нас деталь уже определена, и сопоставить эти две плоскости в одну нет возможности. Поэтому система создала взаимосвязь, которая называется orientation. Эта взаимосвязь нам гарантирует, что между этими двумя плоскостями будет определенный угол, который сейчас равен 0 градусов. И эта взаимосвязь была создана, и так как она, опять же, не противоречит данным геометрическим условиям, взаимного расположения двух деталей, то взаимосвязь эта создана. Она является излишней, то есть и без нее все будет прекрасно работать. Но система думает, что мы что-то пытаемся сложное сделать, и она нам позволяет создать такую взаимосвязь. Смотрите, в данной взаимосвязи, как и, впрочем, в любой, можно попытаться поменять значение смещения. Если мы попытаемся изменить эти значения, то система уже не будет находиться в состоянии равновесия и выдаст нам ошибку. Давайте я удалю orientation и в данной взаимосвязи изменю значение. Допустим, я задам смещение 10 мм. И вы видите, что в данном случае система выдает нам ошибку и показывает, что набор этих взаимосвязей нам не дает однозначно определить деталь. Поэтому все эти взаимосвязи он нам подсвечивает. Очевидно, что в данном случае эта взаимосвязь конфликтует с аналогичной взаимосвязью, которую мы создали изначально. То есть, по сути, это одинаковые две взаимосвязи, одна из которых нам говорит, что плоскости должны совпадать в одну плоскость, а это нам говорит, что они должны расположены быть друг относительно друга на 10 мм. В результате мы получаем конфликт. Если я убираю эту взаимосвязь, то система опять приходит в состояние равновесия. Давайте я создам взаимосвязь orientation и у нее тоже попытаюсь изменить в данном случае угол. Допустим, я поставлю угол 3 градуса. В данном случае мы опять видим, что эта взаимосвязь пришла в конфликт, но при этом остальные взаимосвязи не все произошли в конфликт, а только одна. Это нам говорит о том, что системе удалось определить, что эти две взаимосвязи не влияют на изменение вот этого параметра. Поэтому она автоматически показала нам, что то, что мы сделали, это не вот из-за этих двух сопряжений, а вот только из-за этого. И поэтому, если мы его удалим, то система придет в норму, но при этом у нас появляется недоопределение. Для того, чтобы нам определить деталь, нам нужно какую-то взаимосвязь добавить. В данном случае это может быть взаимосвязь, опять же, оси к плоскости. Если мы добавим такую взаимосвязь, то мы получаем определенную деталь, которая у нас при этом может на какой-то определенный угол поворачиваться. И оси поворота будет как раз служить вот эти две взаимосвязи, которые нам привязали ось к двум плоскостям, по сути, они нам будут давать вот такой результат. Вместо этих двух плоскостей, можно... О, вместо этих двух взаимосвязей на самом деле можно сделать вообще-то одну взаимосвязь. Если мы удалим и добавим взаимосвязь, которая нам привязывает ось к оси. Давайте мы добавим такую взаимосвязь. Вот выберем эту кромку и вот эту кромку. Нажимаем ОК. И нам построилась взаимосвязь, которая называется Axis on Axis. И, в принципе, мы теперь имеем три взаимосвязи. И при этом мы можем либо изначально наше положение показывать, либо мы можем деталь поворачивать на заданный угол, вплоть до 90 градусов. На самом деле, конечно, мы можем задавать любой угол, но надо понимать, что у нас деталь будет не пересекаться друг с другом, только в значении угла от 0 до 90. Вот таким образом этот инструмент универсальный работает. То есть он создает взаимосвязи, и система автоматически следит за тем, переопределен ли набор взаимосвязи или не переопределен. И вот таким образом мы можем создавать определение наших деталей. Что еще хотел сказать про определение двух деталей? Смотрите, сейчас наши детали две определены. Если я у первой детали опять отключу взаимосвязь, которая называется Fixed, то у этих деталей появляется возможность перемещать их в пространстве. Но при этом, смотрите, если я пытаюсь переместить деталь с номером 2, то эта деталь, она как бы привязана к первой, и поэтому система считает, что эта деталь полностью определена. Несмотря на то, что вот эта деталь, она не определена. Видите, мы можем ее переносить, и в этом случае вторая деталь автоматически перестраивается в соответствии с заданными взаимосвязями, она опять же пристыковывается к этой первой детали. Это вот такой вот механизм работы. Связан этот механизм с четкой определенностью в стеке операций, при котором позиционирование первой детали происходит без участия последующих элементов сборки. И деталь номер два у нас уже позиционируется с тем условием, что считается, что все предыдущие детали и элементы сборки уже зафиксированы. То есть деталь номер два изменение позиционирования не может влиять на другие детали. Все это такой механизм стандартного позиционирования. Есть именно механизмы, то есть мы можем создать механизм, где группировать тела и таким образом можем задавать какие-то перемещения. Но в рамках простого моделирования я об этом не буду сейчас говорить. Мы просто должны иметь в виду, что если у нас какая-то деталь спозиционирована, это еще не значит, что она будет находиться всегда на своем месте. Она будет находиться на том месте, относительно чего она спозиционирована. А вот, так сказать, родитель, относительно которого она спозиционирована, он может меняться в пространстве. Вот такой момент. Давайте зафиксирую деталь обратно. И скажу еще одну, так сказать, вещь к продолжению следующему уроку. Что касается позиционирования. Давайте мы спозиционируем деталь номер 2. Деталь номер 2 представляет из себя цилиндр с отверстием. Давайте я вытащу эту деталь в сборку и мы проведем позиционирование. В принципе, я начну классическим методом. прямые плоскости сопрягу. Дальше я сопрягу радиусные поверхности. Смотрите, если я выберу радиусную поверхность на цилиндре и радиусную поверхность на детали, то у нас создаться вот такой вот вот такая взаимосвязь, которая называется axis on axis. То есть, по сути, две оси. Ось, которая проходит по этой цилиндрической поверхности и ось, которая проходит по этой поверхности, он их связывает и таким образом у нас получается деталь, которая практически связана, но она, как вы видите, у нас недоопределена. Если я ее так вот буду крутить мышкой, то мы видим, что отверстие, которое есть в детали, оно вращается и встает вопрос, как окончательно зафиксировать эту деталь, чтобы она имела четкое, во-первых, нужное на позиционирование отверстие может находиться как-то так или так каким-то образом и нужно нам понимание, как это можно сделать. Это можно сделать несколькими путями, но я сейчас не буду говорить о классической методе, а лучше скажу, что данный вопрос позиционирования можно решить при помощи дополнительного инструмента, который применяется либо к деталям, либо к сборкам, называется он Publishing и этот инструмент имеет довольно широкий функционал, ну и в том числе он предназначен для того, чтобы способствовать позиционированию деталей, которые имеют какие-то сложные вот такие вот моменты, типа того, что сейчас у нас происходит. И об инструменте Publishing и как им пользоваться я расскажу уже на следующем занятии. А данное занятие я заканчиваю. Спасибо за внимание, я надеюсь, вам понравилось и следите за обновлениями на сайте topsolid7.ru До новых встреч!